Открытый телеканал представляет. В комнате горели четыре свечи. Первая сказала, я спокойствие. Люди не умеют меня хранить. И погасло. Вторая сказала, я вера. Я никому не нужна. И погасло. Третья сказала, я любовь. Люди не ценят меня. И тоже погасло. В комнату вошел маленький ребенок. Испугался темноты. И заплакал. Тогда четвертая свеча сказала, не плачь, я надежда. Пока я горю, всегда можно зажечь все другие свечи. Да. Вот я вас хочу спросить. Можно сказать, что пока человек надеется, вот как мы знаем, он живет. Можно вот эту фразу? Она стоит, основа есть у нее? Ну да, потому что надежда, она показывает себе все-таки путь к развитию. Да? То есть что-то еще есть? Ну конечно. Люди пересекают океаны на парусниках, чтобы найти какую-то землю, чтобы что-то там открыть. Это надежда. Всегда меня это удивляло, честно вам скажу. Амуцын, ну вообще все вот эти вот открыватели поля, которые до полюса доходили, замерзали там, которые проходили океаны на лодочках маленьких. Вообще меня всегда поражало. Что ведет их, поражало. Мечта. Мечта. Вопрос еще такой. Как не потерять надежду, когда уже все сгорело, все свечи сгорели? И любовь, и вера, и спокойствие, все. Как не потерять ее надежду? Что все находятся в руках Творца. Потому что человек убеждается, что в его руках ничего не находится. И тогда он спокойно доживает свои годы. Это вы называете вот это свечка, надежда, да? Да. То есть все в руках Творца. Это вот это следующий такой шаг, да? Да. Понятно. Вопрос еще один. Почему нам все время оставляет Творец, тогда уж скажем Творец, вот этот вот последний шажок наш, вот эту последнюю свечечку? Чтобы подхватить нас в последнюю минуту, секунду, мгновение, и продолжить с нами дальнейший путь. Эта свечка, это свеча связи между человеком в этом мире и человеком в высшем мире. И она все время горит, эта свеча, да? Она провожает человека дальше. Дальше. Ну, есть ли такие состояния, когда эта свечка не горит, когда нет надежды? Есть ли такие состояния, как вы считаете? Нет. Нет? Она всегда горит? Да. Это и называется, что Творец добрый, творящий добро? Да. Иначе такой человек бы не родился. Потому что Творцу заранее известно вся его жизнь до скончания. Почему же мы очень часто ее не замечаем, эту свечку, теряем надежду? Ну, мы не так настроены на свое существование. Да? А какой правильный настрой? Правильный. Правильный настрой, что впереди нас всегда доброта Творца.